Новости на ВТВ4. С вами Миньмань. Главные события к этому часу. В Австрии во второй раз прошла акция протеста против незаконных действий Китая. Росспрос о наличии в городе Хо Ши Миньм. Осверковка телевизионного вещания во Вьетнаме. Как обычно, в начале выпуска новости о последних событиях в Восточном море, где Китай незаконно разместил свою буровую установку в исключительно экономической зоне и на континентальном шельфе Вьетнама. Вчера в 21.30, когда вьетнамские корабли находились в 12 милях в юго-юго-западу от буровой платформы, китайские суда неожиданно приблизились на расстояние до одной мили и направили ослепительные прожитера на наши суда. Китайские корабли, в том числе и военные, по-прежнему окружали буровую установку. Их база находится на острове Зу-Лям. Все действия Китая находятся под пристальным наблюдением вьетнамских правоохранительных органов. Сегодня Китай сократил количество сопровождающих судов до 108 единиц. Среди них 5 военных. Уважаемые телезрители, 6 июля, отвечая на вопросы журналистов об аресте Китаем рыбацкого судна с бортовым номером 94912ТС, на борту которого находились 6 вьетнамских рыбаков, помощник директора департамента, начальник отдела защиты граждан и юридических лиц за рубежом консульского департамента МИД Вьетнама Леон Хань Куанг сообщил, что вчера представитель консульского департамента встретился с представителем посольства Китая в Хануэ и попросил официально сообщить о месте и причинах задержания вьетнамского судна 3 июля. До этого МИД Вьетнама дал указание посольству нашей страны в Пекине срочно наладить контакты с местными компетентными оргами для установления официальных данных и принятия мер по защите задержанных вьетнамских граждан. 6 июля с 11 до 14 часов в столице Австрии, Вене, вьетнамцы, проживающие и работающие в этом городе и в Линдсе, приняли участие в акции протеста против незаконной установки Китаем буровой платформы Хаяньши Юди Су-81 в исключительно экономической зоне Вьетнама. Это уже второй раз за последние два месяца в Австрии организовано подобное мероприятие. У посольства Китая в Австрии собрались сотни митингующих. Кроме плакатов с лозунгами, они держали две большие карты с иллюстрациями, указывающими на незаконность установления Китаем буровой платформы на континентальном шельфе Вьетнама и 500 подобных карт, подтверждающих суверенитет Вьетнама над архипелагом Хуанша и его позицию против провокационных действий в Китае. Участники митинга подписали петицию протеста, направленную посольству Китая в Австрии, генеральному секретарю ООН Бан Гиммуну и Венскому комитету Асян с требованием от Китая немедленно вывода буровой установки из акватории Вьетнама. По окончании митинга состоялся сбор денежных средств в поддержку правоохранителям и рыбакам в Восточном море. В рамках мероприятий в помощь рыбакам и правоохранительным органам Вьетнама, которые днём и ночью защищают национальный суверенитет, на днях многие вьетнамские компании и организации передали свои пожертвования администрации торгового центра Донг Сонг в Берлине. Берлинская буддистская пагода Тэй Ан передала 1700 евро от местных буддистов. Компания Май Май – 10 200 евро. Вьетнамцы из Гамбурга – 1350 евро. Кроме того, землячество выходцев из провинций Нгиан и Хатинь собрали 1300 евро. Сумма пожертвований от вьетнамских предприятий, организаций и землячеств в Германии составила почти 60 тысяч евро. Это убедительное доказательство чувства притязанности и патриотизма вьетнамцев, проживающих вдалеке от родины. Сейчас мы расскажем вам о довольно необычной выставке. Выставке карикатур, критикующих незаконные действия Китая в Восточном море. 80 карикатур – это 80 разных взглядов на одну и ту же тему. Претензии и алчность Китая, пытающегося единолично завладеть Восточным морем. Буровая установка 981, как острый кинжал, вонзился в континентальный шельф Вьетнама. Китай превратился в жестокую акулу Восточного моря, которая вину за собственные преступления пытается свалить на чужие плечи. Это только пара карикатур из 80 представленных на этой выставке. Коварность Китая изображается художниками по-разному, даже в виде ядовитой змеи. Вы видите этот хвост, на который повещена тапличка с надписью «Устойчивое и долгосрочное всестороннее соседское сотрудничество». А на самом деле это ядовитые змеи, на головах которых китайские солдатские шляпы. Это Китай разжигает конфликт с Вьетнамом, чтобы захватить архипелаги Хуанша и Чонгша. А вначале они решили разместить буровую установку. Действия Китая приводят к экскалации напряженности. Это споры с Японией в Восточном Китайском море. Это незаконное размещение буровой установки 981 в исключительной зоне и континентальном шельфе Вьетнама. Это и попытка прибрать ее почти 90% в акватории Восточного моря. Но что ждет Китай? А вот что. Осуждение стороны мировой общественности и ответ перед международным правом. Китай очень боится, что страны Асиан объединятся против него. Поэтому они мобилизировали мощные военные силы. А чего же они боятся больше всего? Это сплоченности, во-вторых, международного общества и, в-третьих, единство стран в борьбе против замызла Китая. Тогда что же надо сделать? Я изобразил Асиан как каос зернового. Мы используем все возможные меры, чтобы противостоять Китаю. А это сотрудничество, плаченности. Можно заметить, на выставке много детей. Как правило, им нравятся карикатуры. Но на этот раз рисунки неразвлекательного характера. Они заключают в себе священный смысл, который уже ощущается и детьми. Мне очень нравится эта картина. Она показывает, что Китай говорит одно, а делает другое. Здесь изображен гол, символ мира. Но художник вместо туловища нарисовал бомбу. Что показывает, что Китай говорит о мире, но на самом деле хочет захватить Вьетнам. И чтобы показать, что это Китай, художник, нарисовал прическу китайцев в старинном стиле. Эти два рисунка показывают двуличность Китая. Художник изображает Китай в виде баскетболиста, а мир в регионе – это мяч, который он бросает в мусорную корзину. Однако за все эти действия Китая будут пресечены международным законом, волей вьетнамского народа при поддержке со стороны международного сообщества. Далее в эфире. Оцифровка телевизионного вещания во Вьетнаме. И неделя венесуэльской культуры в нашей стране. Последнюю неделю появились слухи, что китайские лищи экспортируются во Вьетнам через пограничные пункты в северной провинции Лангшон. Эти слухи сразу будоражили общественность, так как сейчас сезон лищи в нашей стране, и в основном они поставляются в Китай. Наш корреспондент встретился с потребителями и торговцами лищи, чтобы узнать их реакцию на эти слухи. Лаунбин – один из крупнейших оптовых рынков Ханое. Сейчас конец сезона лищи во Вьетнаме. Как правило, в это время цены на лищи самые высокие. Однако похоже, что в этом году ситуация иная. В этом году лищи очень вкусные, очень хорошо продавались. Но вдруг пошли слухи, что китайские лищи появились в Вьетнаме, что очень беспокоило покупателей. Они перестали покупать, потому что думают, что это китайские. Я продаю лищи с самого начала сезона и до сих пор еще не видел, что китайские лищи поставляются во Вьетнам. Из-за подобных слухов нам, торговцам, сейчас трудно продавать лищи. Если бы не было слухов, мы могли бы продавать 5-10 тонн в день. А теперь с трудом продаем 2-3 тонны. И цены на лищи значительно упали. И на розничных рынках продажа лищи тоже сильно сократилась из-за опасения покупателей. Тем не менее, многие потребители правильно понимают суть проблемы и знают, что информация об экспорте китайских лищей в Вьетнам не соответствует действительности. В этом году между Китаем и Вьетнамом есть разногласия. И теперь слуги, что Китай экспортирует лищи в Вьетнам. Я считаю, что это только слухи. А если на самом деле продаются китайские лищи, то я бы хотела их увидеть, различить от наших. Распространение таких слухов весьма несправедливо для тех, кто выращивает лищи. Есть слухи, что Китай экспортирует лищи в Вьетнам. Но даже сами продавцы ни разу их не видели на нашем рынке. Слухи о том, что Китай оказывает ценовое давление на тех, кто выращивает лищи в Вьетнаме, негативно повлияли на реализацию вьетнамских лищей. Это говорит о том, что вьетнамским производителям лищи должны искать новые стабильные и долгосрочные экспортные рынки. И их найти не только в Европе, Америке, а необходимо уделять больше внимания внутренним рынкам на юге страны. Предувидев трудности в экспорте лищи в Китае, в связи с напряженной ситуацией в отношениях между двумя странами, в начале сезона лищи Министерство торговли и промышленности Вьетнама разработало специальную программу, которую поддержали и торговцы, и покупатели. Репортаж наших корреспондентов в городе Хашмин. Как только начинает светать, на рынке сельхозпродукции Бенген, одном из трех самых крупных оптовых рынков города, уже вовсю кипит торговля. Вереницы контейнеровозов, везущие личи с севера, подъезжают к рынку. Представители администрации рынка сообщают, что наряду с ростом спроса они создали все благоприятные условия, предоставили пространство, оказали своевременные услуги, чтобы торговцы личи смогли получить максимальную прибыль. На рынке Бенген каждую ночь удается продать 30-35 тонн личи, а выходная цифра может врасти до 50 тонн. Весь товар потребляется в основном на территории города Хашмина. Один килограмм личи стоит от 20 до 30 тысяч донгов. Иногда цена даже в три раза дороже, чем на рынках северных районов страны. Поэтому торговцы здесь предпочитают продавать именно этот фрукт. Во-первых, личи очень вкусные. Во-вторых, мы можем оказать экономическую поддержку фермерам уезда Лук-Нган по Финции Багдян. И в-третьих, укрепляется чувство сплоченности народа. Личи в городе Хашимине в основном приводятся из северной части страны. Кроме того, уличная продажа личи тоже очень популярна. Каждый день можно продать до 100 килограмм. Обычно всем нравятся личи из севера. Как только наступает сезон, все покупают. В этом году наши покупают больше, так как все хотят поддержать своих соотечественников на севере. О супермаркетах, как, например, Коп-Март. Личи – самый популярный товар. Только в системе супермаркетов Коп-Март в городе Хашимине, в южных провинциях страны, каждый день продают 10 тонн личи. Супермаркеты поспособствуют росту спроса благодаря акциями и скидкам. Но главную роль в этом играет осознание потребителей. Сейчас крестьяне, сталкиваясь с большими трудностями, занимаются тяжелым трудом, а продажа не идет. Мои родители тоже крестьяне. Поэтому я решила купить вьетнамские товары. В поддержку крестьян, которые живут за счет личи в северных районах страны, один из провинций на юге Вьетнама, оптовые рынки и торговые предприятия на территории города Хашимина, подписали в июне соглашение о закупке личи. В будущем меры по увеличению потребления личи можно будет применять и на другие отечественные товары. Это поощряет вьетнамцев покупать товары отечественного производства. Сегодня в Ханое состоялся митинг, приуроченный ко дню вьетнамского туризма. По этому случаю, главное туристическое управление Вьетнама дало старт компании стимулирования внутреннего туризма под девизом «Вьетнамцы путешествуют по Вьетнаму». Выступая на митинге, министр культуры, спорта и туризма Хуан Туан Ань подчеркнул, что программа призвана содействовать росту турмаршрутов в прибрежные, островные и горные районы, где есть большой потенциал развития туризма, привлечения вьетнамских эмигрантов к туристическому отдыху на родине и пропаганде образа красивого Вьетнама с доброжелательными и гостеприимными жителями. Компания будет проводиться по всей стране. По завершении митинга 300 школьников, студентов под лозунгами «Вьетнам – бесконечная красота» и «Вьетнамцы путешествуют по Вьетнаму» участвовали в пробеге по улицам Ханое. Оцифровка телевизионного вещания является неизбежной тенденцией во всём мире, и Вьетнам не является исключением. В настоящее время в нашей стране реализуется проект диджитализации телевидения, утверждённой премьер-министром. Когда вся телевизионная система Вьетнама будет оцифрована, телезрители смогут посмотреть больше программ с лучшим качеством изображения. Оцифровка телевидения – это неизбежный путь, по которому Вьетнам, как развивающая страна, должен пройти. Однако для того, что и процесс оцифровки вьетнамского телевидения проходил гладко, люди должны знать о её выгодах. Сегодня многие ещё не понимают преимущества оцифровки телевидения и ещё не знают о плане диджитализации вьетнамского телевидения. Я хочу купить этот телевизор. Сказали, что в нём установлен приёмик цифрового телевидения, но я не очень понимаю её пользу. Диджитализация приносит огромную пользу обществу. Одной из главных выгод оцифровки является оптимизация использования инфраструктуры системы видеотрансляций и полное раскрытие частотных ресурсов страны. При старой аналоговой технологии в каждом частотном канале можно транслировать одну телепрограмму. А теперь при цифровой технологии 20 телепрограмм стандартной чёткости SD, а если телепрограмм высокочётческие, то 8. Кроме того, отцифровка телевидения приводит к оптимизации использования инфраструктуры трансляции. Это возможность для жителей и государства инвестировать и использовать современные информационные технологии, в частности, широкополосные услуги четвёртого и пятого поколения. Согласно проекту, с 1 апреля 2014 года во всех продаваемых 32-дюймовых и больших телевизоров во Вьетнаме должен быть установлен приёмник цифрового телевидения стандарта DVB-T2. А для тех, кто уже имеет старый телевизор и не планирует купить новый, остаётся один выбор — купить тюнер цифрового телевидения. Преимущество приёмника телесигналов DVB-T2 от компании VTV Broadcom заключается в том, что, во-первых, с иностранными партнёрами мы разработали строгую линию производства, наши продукты имеют самые подходящие для жителей Вьетнама программные обеспечения. Качество приёмника тестировалось долгое время. Установка стабильно работает. Во-вторых, мы создали систему обслуживания клиентов, в частности, телефоны центра обслуживания, страницы на Фейсбуке и интернет-форумы, где мы отвечаем на вопросы клиентов. С такой поддержкой клиентов цифровое телевидение будет быстро распространяться в стране. На пути оцифровки телевидения Вьетнама предстоит преодолеть ещё много трудностей, а именно недопонимание народа о выгодах в диджитализации телевидения, наличие в продаже многих некачественных установок приёма из Китая или финансовая проблема у малоимущих, желающих приобрести новую технику. В целях содействия реализации проекта по диджитализации телевидения государство планирует запускать некоторые программы, в том числе программа помощи малоимущих семей в приобретении приёмной установки и программа получения инфраструктуры в некоторых отдалённых местах. 5 июля в Ханое прошла художественная программа, давшая старт неделе венесуэльской культуры во Вьетнаме. В концерте участвовала группа «Карота Нэйма Итая», исполнившая венесуэльские народные мелодии, что произвело неизлагаемое впечатление на зрителей. Где ветер танцует, мелодии «Эль-Токуя», фестиваль «Эл-Орзи» своей задорностью и веселостью прибавили праздничной атмосфере в концертном зале. Эта несложная музыка, исполненная на народных музыкальных инструментах венесуэлы, группой «Карота Нэйма Итая», быстро завоевали расположение у зрителей. Народные напевы восхваляли дух солидарности народов в борьбе за свободу, трудолюбие и жизнерадостность. Мы очень рады, что наш концерт дает старт недели венесуэльской культуры во Вьетнаме. Для нас большая честь представить вьетнамским зрителям народную музыку в Венесуэле, наполненной радостью и колоритом нашей культуры. Я считаю, что музыка, как и культура наших стран, имеет многое общее, как, например, революционный дух в национальной освободительной борьбе. Приуроченная к 25-летию дипотношений между Вьетнамом и Венесуэлой, неделя венесуэлской культуры является заметным событием культурной жизни вьетнамского народа, способствующим развитию отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами. Музыкальная группа Корота, Нема и Тая выступит с концертами 9 июля во Вьетнамо-японском дворце культуры и труда провинции Куангмэнь, 11 июля в Хайфонском Большом театре. Вчера в Хайфонском театре Ауко состоялась концертная программа «Корея фэнтези, звуки, движения и сценическое искусство». Она была посвящена 22-й годовщине со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Республикой Корея. Музыкальный вечер произвел на зрителей сильное впечатление. На концерте свое мастерство показал оркестр народных инструментов Гугак Чунгнам из города Чоннан. В течение 90 минут зрители наслаждались интересными неповторимыми мелодиями корейской народной музыки, в которой ритмично сочетаются удары барабанов со звуками флейтов и грациозными движениями танцовщиков. Интересен тот факт, что на корейских музыкальных инструментах была исполнена песня «Вьетнам, родина моя». Концерт представил вьетнамским зрителям корейское традиционное искусство и поспособствовал укреплению дружбы между народами двух стран. В провинции Тхе-Тхенхуэ насчитывается почти 500 сельских храмов, 14 из которых признаны объектами национального наследия. В них хранятся культурные ценности, раскрывающие традиции и обычаи деревенских жителей. Кроме того, стоит отметить и необычную архитектуру в каждой местности, что и составляет культурно-историческое разнообразие. Храм деревни Зыгно общины Фузе в провинции Тхе-Тхенхуэ был построен в 1471 году для поклонения предкам. Он представляет собой культурно-архитектурную ценность, являясь типичным сооружением деревни Хуэского края. Храм Зыгно состоит из пяти главных комнат и две боковых, крыша черепичная. Полное сооружение состоит из самого храма, двора, ворот, ряда колонн и входов, которые расположены по оси север-юг. Орнаменты и узоры, украшающие храм, несут в себе художественную ценность. Кроме того, здесь возведен и алтарь семьи родов жителей деревни, что является символом единства жителей деревни. Храм деревни Зыгно очень особенный, так как он имеет необычную стропильную систему. Крышу поддерживает только одна стропила. Внешний облик храма также очень массивен. Это и есть культурная черта храмов Центрального Вьетнама. Один из храмов необычной архитектуры, разделенный на три отдельные части. Это храм деревни Анчьен, общинный Фуан. Передняя часть храма включает в себя пять комнат в стиле древней архитектуры с двумя этажами. Во второй части же три главные комнаты и две боковые. А во внутренней части находится молельная комната с семи алтарями основателей семи родов деревни Анчьен. Это необычный древний образец архитектуры, оставшийся в целостности и посидении. Провинция Туэтьюнгхуэй разработала многие проекты по сохранению деревенских храмов, признанных объектами национального и провинциального наследия. Всего были выполнены 13 проектов. Деревенские храмы – это место собрания односельчан. Это особый институт традиционной культуры, где проводятся культовые мероприятия и праздники. Пережив взлеты и падение времен, храмы сохранили в себе эти исторические, культурные, социальные ценности каждого района страны. Более того, благодаря этому, нынешние поколения знают об исторических и культурных ценностях, которые оставили ими предки, и горятся тем, что они унаследовали и смогли сохранить по сегодняшний день. И прогноз погоды на завтра, 8 июля. Редактор субтитров А.Семкин Вы смотрели новости на русском языке на ВТВ-4 Вьетнамского национального телевидения. Нашу программу вы можете пересмотреть на веб-сайте www.v4.vn, где вы также можете оставить свои комментарии. На этом мы и прощаемся с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин